Лидер исламского государства все же на свободе. Информация о его аресте не подтверждается. Тем временем иракские военные продолжают штурмовать Масул, главный оплод халифата в Ираке. А террористы ищут новые территории для размещения и новых атак. Под ударом оказалась одна из древнейших христианских святынь в мире. Где произошел взрыв, есть ли пострадавшие, расскажет Сергей Ауслендер. Сообщения о захвате Абубакра Аль-Багдаде оказались преждевременными. Глава Ригил не арестован, как сообщали источники в ООН. Что с ним сейчас неизвестно. По последним данным он находился в Масуле, где его боевики до сих пор ведут ожесточенное сражение с силами коалиции. Сначала появились сообщения, что Аль-Багдаде попал в плен к иракским военным при попытке прорыва из города, но позднее эту информацию опровергли. Впрочем, многие эксперты полагают, что даже пленение лидера не нанесет этой организации существенного ущерба, поскольку ИГИЛ имеет горизонтальную структуру, подобно Аль-Каиде, которая, как известно, после смерти Усамы Бен-Багдана вовсе не прекратила свое существование. Более того, ИГИЛ сейчас пытается установить тесный союз с Аль-Каидой. Представители двух группировок на переговорах обсуждают стратегию дальнейших действий. Без дорожной карты, без политического процесса, без создания институтов государства будет очень сложно противостоять эпохе после ИГИЛ. И, как мы понимаем, это не будет концом ИГИЛ. Это долгий бой, и он будет длиться еще долго. Он будет принимать разные формы, но ИГИЛ уже распространился по всему миру. И у нас есть информация, что теперь они хотят объединиться с Аль-Каидой. Сейчас ИГИЛ, который, очевидно, потерпит поражение в Ираке, пытается перенести боевые действия на другие регионы Ближнего Востока. Особый интерес у них вызывает Синайский полуостров. Там снова произошел теракт. Группа боевиков атаковала блокпост египетской армии возле монастыря Святой Катерины. Это очень важная христианская святыня. Один военный погиб, еще несколько получили ранения. В Израиле пристально следят за происходящим на Синае. По-прежнему закрыта граница с Египтом. Накануне штаб по борьбе с террором на очередном заседании принял решение продлить этот режим на неопределенный срок. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.